Театральные Оскары раздали в Улан-Удэм. Награды служители Мельпомены каждый год получают в Международный день театра. Отмечают его традиционным капустником. Давайте узнаем, чем удивляли зрителей и кому достались награды. Сегодня они не боятся быть смешными. В таком необычном амплуа артистов театра оперы и балета встретишь и разве что на капустнике. Не только поют с юмором, так же весело могут и станцевать. Почти 40 лет Молодежный театр был сам по себе. С этого года на балансе города. Дождались финансирования. Но как тут не пошутить. Новый мир открыли. Карту мира. Ольгар на сцену вышли не со своими подопечными. Вместо этого примерили необычные образы на себя. Почти как Оскар. Артистам в этот день вручили премию «Браво». За лучшую женскую роль награду получила артистка театра кукла «Ульгыр» Аллан Тансон. За лучшую мужскую роль наградили актеры театра бурятской драмы «Басту Циденова». Лучшим режиссером стал Сергей Левицкий. «Бавали ты в театре «Отли» и «Балета»?» «Была! Меня расстекретили. Я провалилась». «Была шучу?» Разослали шпионов во все коллективы. Русский драматический театр к выступлению готовились по-особому. Именно они 10 лет назад придумали премию «Капустника», но по иронии главный приз ни разу не выиграли. Номера оценивают зрителя. У каждого на билете 5 корешков с их помощью и голосуют за лучшего. И «Пальму первенство» в этом году взял «Капустник» русского драматического театра имени Николая Бестужева. Но все же главная награда для любого творческого коллектива – признание зрителей. «Какие же у нас разные, замечательные, прекрасные артисты. Какие прекрасные выступления. Ни одно выступление не похоже на другое». «Все живые, все интересные. Я голосовал за русский драм». Наконец-то вы достойны за 10 лет этой премии «Браво». Кристина Соснина, Батр Халматов, телекомпания «Оригус».